МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Модульный ремонт заключался в том, что можно поменять не только дисплей, заднюю крышку, а можно было поменять вообще все, что угодно внутри. Сейчас, на данный момент, вот то, что сейчас мы видим, 14 Pro, 15 Pro, iPhone линейки, здесь уже необходимо огромное количество дополнительного оборудования. В том числе для дисплея, для того же, чтобы поменять просто дисплей на телефоне разбитый, поставить на него новый, вам понадобится дополнительно такое устройство, как программатор, которое запрограммирует устройство Apple на установленную новую запчасть. Стоп, стоп, секундочку, а разве не просто берешь хорошо заточенный кухонный нож, поддеваешь дисплей разбитый так вот, и так, такими движениями по периметру, раз, вот он отклеился. Это был iPhone 4s такой, если помните. Кстати, помню, когда я только начинал, стоял у стопов этого бизнеса, с одной из самых прибыльных категорий ремонта, я делал это сам, я сидел, приезжал, делал выездной ремонт, ездил людям, это замена задней крышки на iPhone 4 и 4s. Если вы знаете, там нужна была просто специальная отвертка-звездочка, тоненькая. Мы ее покупали на Алиэкспрессе рублей за 100, вы приезжали к клиенту, выкручивали два винтика, вот так под ним сдвигаешь наверх, да, снимаешь, ставишь новую, красивую в пленочке, задвигаешь, и эти же два винтика закручиваешь, снимаешь пленку, все, готово. С вас 20 тысяч. Нет, ну таких цен не было, но стоимость панельки была в районе, по-моему, 500-400 рублей, 300 даже, я не помню, а за услугу с выездом мы брали 2,5-3 тысячи. То есть это было действительно очень высоко маржинальная продукция, было классно, но люди получали такое удовольствие, оставаясь со своими деньгами, спасибо вам огромное. Вот вам деньги, спасибо вам, я должна еще что-то, за доставку, там еще за что-то. Это было классно, было классно дарить. Сейчас, да, если ты разбиваешь заднюю часть, есть, конечно, много новых способов. Вот как раз я бы хотел рассказать, наверное, про замену дисплея, чем она отличается от замены стекла, потому что зачастую приходят люди к нам в яблочную и говорят, слушайте, сколько у вас стоит поменять дисплей на таком-то устройстве, на устройстве iPhone 13. И ты начинаешь его обучать человека, клиенту, и говорят, слушайте, есть две вещи. Есть дисплей, дисплей это то, что выводит изображение на экран, это то, что находится под тачскрином. Вообще дисплей состоит из двух частей. Верхнее стекло, тачскрин, на которое мы нажимаем, да, и в той области что-то происходит. И снизу это дисплей сам, дисплейный модуль, на котором... А еще дальше снизу тоже подсветка же какая-то, лампочки там. Да, там есть еще уже дальше подсветка дисплея, которая также программируется, которая также подключается отдельно к плате. Все это питает плата, то есть сама плата телефон, как материнская плата в компьютере, такая же и в телефоне, на которой расположен процессор. От нее идут провода небольшие, да, специальные разъемы, в которые вставляется и дисплей для подачи изображения, и тачскрин для того, чтобы он совмещал дисплей с пальцем, понимал, куда вы должны нажимать. В том числе подсветку, когда вы включаете True Tone, когда вы включаете Night Shift, режим, это режимы, да, подсветки iPhone, особенно на последних моделях. За все это отвечает вот этот вот огромный-огромный сэндвич. И когда вы разбили дисплей, не стоит... То есть это не значит, что вы разбили дисплей? Не факт, что вы разбили дисплей. Надо посмотреть, что разбито, да? Если мы смотрим на экран и видим, что изображение вообще не затронуто, что у вас просто есть трещины на самом стекле, а изображение работает, более того, вы можете тапать на экран и смотреть, полностью, полноценно работать, это значит, что у вас просто поврежден тачскрин. Что делается в этом случае? В этом случае сервисные центры сейчас умеют очень ловко срезать в специальном вакууме нитью, такой струной, срезать верхний слой, вот это стекло, и приклеивать в том же самом вакууме новое, абсолютно такое же. Сразу под вопрос, вот у меня 15-й iPhone, у него верхняя часть, вот где динамик и так далее, здесь он странной формы, то есть с таким вот выступом каким-то, с какими-то тут загибами такими, если присмотреться. То есть это не ровный кусок стекла, просто ровненькое такое. Да, там все сложнее. Наверное, это совсем прямо жесть. Слушайте, ну на самом деле, как бы это удивительно не звучало, на iPhone 15 задняя часть, если да, говорит про заднюю часть, она самая дешевая из всех за последние, вот несколько линей к iPhone. То есть если вы посмотрите, даже там у нас на сайте, у нас там задняя часть, мы смотрим 7, 8, 9 тысяч, здесь по-моему дешевле всех, она стоит дешевле, чем там 11 iPhone. Там все гораздо проще оказалось, потому что самая проблема была в магните, который отвечает за беспроводную зарядку. Очень часто можно столкнуться, вот я бы хотел предостеречь, так сказать, людей, да, очень все время об этом говорю, допустим, вот в той же яблочной, замена задней части на iPhone 14 Pro Max стоит 12 тысяч рублей. Приходят люди, говорят, я нашел за 7, зачем я буду у вас делать? Мы объясняем, начинаем каждому клиенту объяснять. Слушайте, есть качество и качество исполнения, есть работа мастера, есть качество запчасти, они бывают разные. Если вы где-то в подвале нашли ремонтную мастерскую и устанавливаете китайскую запчасть, это не значит, что ваш дорогостоящий аппарат за 100 с чем-то тысяч рублей будет работать как прежде. Вряд ли у вас будет работать после замены такой беспроводная зарядка, когда, знаете, вы кладете где-то телефон. Недавно, кстати, видел в лахтоцентре, гулял там, оказывается, у них на скамейках, вы не видели, не гуляли? Я обалдел, первый раз в Питере такое увидел. Гулял по лахтоцентру, у них красивые скамейки. А по лахтоцентру, в смысле, прямо по самому зданию? Нет, по набережной, возле здания. И они поднастроили таких красивых скамеек, и на каждой скамейке большая-большая беспроводная зарядка. То есть вы садитесь на скамейку отдыхать, смотрите на Финский залив, кладете телефон, он заряжается. Все, прямо сейчас едем, да? Очень классно. Но вот в случае, если вы замените заднюю крышку в таком месте, то, скорее всего, не будет работать у вас беспроводная зарядка. Ну, еще тактильные вещи сзади, там, постукивание есть же. Это 100%. Если вы являетесь фанатом, да, как мы с вами, этого устройства, во-первых, не будет такого приятного ощущения. Вы будете видеть все совершенно по-другому, ощущать тактильно, нет, не будет вот этой матовости. На предыдущих айфонах не будет вот этой глянцевости. Цвет отличается. Если вы положите потом два рядом телефона, вам скажут, что это китайский телефон, что ли, у тебя просто китайская крышка должна быть. Слушайте, ну, справедливости ради, скажем, что все-таки практически я не вижу людей, которые ходили бы с айфоном без чехла. Да, в основном. А чехол, все, это сразу сводит на нет вот эти все вещи, о которых вы говорите, там, матовость, блестящесть, заднюю крышку я не вижу годами, потому что я на новый сразу одеваю чехол, и я не знаю, я там даже не помню, какого она цвета. Это правда. Это если мы говорим про непрозрачные чехлы, а бывает же прозрачные чехлы. Бывает, ну да, 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 да. Но, в любом случае, все-таки, если вернуться к дисплею, вы говорите, снимают в вакууме, срезают стекло. Да, в вакууме срезают стекло. Эта услуга называется замена стекла. Во многих сервисах она называется переклей дисплея. Переклей. Переклей называется потому, что действительно берется, отклеивается старое, приклеивается новое. Технология довольно непростая, но когда вы уже на опыте, когда у вас есть подходящая аппаратура, вы это делаете с легкостью. Можно посмотреть на ютубе, есть ролики, как это делают. Берут ваше стекло, дальше его трескают, снимают, отклеивают вот эти вот кусочки, их выбрасывают. Потом берут специальную струну. Плюс это делается в вакууме для того, чтобы не попадал ни воздух, ни пылинки, ничего такого. Берется струна с двух сторон, она аккуратно вот так вот срезается. Смотрите, я вижу сразу такие два крепких мужчины. Один с одной стороны, другой с другой. Физически такие накаченные. Как двусторонняя пила вот этого. Слушайте, а это клеится вообще-то? Это специальными какими-то составами, специальными клеями или как? Да, есть специальные проклеи. То есть просто берем БФ, обычные там в магазине. Да, практически. Впервые в истории ремонта техники. Да, берется специальный клей, приклеивается это старое стекло. Оно в том же вакууме, чтобы не создавалось воздушные прослойки, клеится на ваш дисплей. Соответственно, выглядит это как оригинал. По качеству это как оригинал. Тоже есть отличия также в качестве этих стекол. Есть некоторые сервисы не очень хорошего качества. Кстати, их сейчас все меньше и меньше. Допустим, когда мы в прошлой передаче с вами об этом разговаривали, жалоб было очень много. Я ехал по городу и действительно видел, особенно Сеная площадь. Там было на каждом шагу. Ремонт телефонов, ремонт телефонов. Сейчас их практически не осталось. Потому что они себя изжили. Они изжили себя плохими отзывами. Они изжили себя в том числе. Очень неплохо работает Роспотребнадзор с такими жалобами. Сейчас, когда ты пишешь несколько жалоб, они в одну коллективную жалобу приходят и просто устраивают проверки. А проверки ты вряд ли пройдешь. Потому что сейчас официальных же сервисных центров Apple нет. А у нас есть Restore, по-моему, и еще какой-то. Или iStore. Вот их два таких вроде похожих сети. Есть iPort, есть Restore. Это две крупных сети, которые на данный момент являются просто крупными сетевыми магазинами. Которые торгуют техникой, привезенной по параллельному импорту. То есть это абсолютно та же техника, что продается у нас в магазине. Но специалисты-то там хорошие, наверное, относительно. Да, конечно. Из гарантии все делается, да? Из гарантии. Ну, вот сейчас абсолютно все сервисы, которые такие, как у нас, да. Ну, таких, как у нас, не так много. У нас хороший сервис. Есть сильное отличие по цене. Поскольку ценовая политика Restore и iPort очень завышена, ориентирована на аудиторию более платежеспособную. И в том числе у них продолжаются, арендуются большие дорогие площади. Они вынуждены цену держать очень высокой. То есть если мы говорим про замену дисплея того же, они, во-первых, не делают вот этого переклея. Для них это считается, у них нет такого оборудования. То есть они меняют прямо весь бутерброд этот, да? Они меняют целиком весь ваш дисплей. То есть для сравнения, если мы говорим про тот же, да, 14 Pro Max, стоимость переклея у нас стоит, по-моему, 15 тысяч. У вас в яблочный. У нас в яблочный. А стоимость замены дисплея 48. Вот такая вот разница. А после вашей замены это будет то же самое, что и поменять бы вообще на все новое, да? Да, абсолютно верно. Мы меняем, если мы меняем дисплей, мы используем тот самый программатор, который покажет в мозгах вашего телефона, покажет ему, что все было установлено по правилам, установлена правильная проклейка IP68, телефон снова можно окунать в воду, нет никаких проблем с работой. Знаете, бывает такое, видно на дисплее, когда устанавливаешь китайскую запчасти, не знаю, видели вы или нет, но мы часто сталкиваемся с этим, даже аккумулятор меняют. В настройках телефона появляется надпись. У вас установлено оборудование, замена произошла не идентифицированная. Мы делаем так, чтобы этой ошибки не было. Мы ее стираем и соединяем, так сказать, устройство и новую запчасть. Мы продолжаем эфир с участием Михаила Петрова, яблочной РФ. У нас в гостях и говорим мы о трагическом для кого-то. Вот, кстати, тоже любопытный вопрос. На самом деле бывает так, что трещина образовалась, или, например, она такая, ну, как сказать, вот если смотришь вот совсем как бы перпендикулярно дисплее, то, ну, видно тоненькая полосочка, даже вот этого, не видно вот этого излома оптического от сломанного. Пальцем проводишь, не чувствуешь. Просто трещина, да, она такая, где-то через весь экран. А бывает трещина, скажем, уголочек, там, раз такой, при этом тоже все работает. Вопрос. Это же вполне рабочее устройство. И если этого как-то стараться не замечать, ну, или, там, спокойно к этому относиться, то прекрасно можно жить дальше, правильно? А в целом, да. Если вы видите, допустим, просто трещину посередине экрана, единственное, что я недавно слышал такое мнение, читал на какой-то, какой-то обозреватель, рассказывал мнение врачей. Он говорит, это вы не замечаете, что она есть, эта трещина. А по факту Apple изначально сделала так, чтобы ваши глаза не уставали, вечером включает он в труппион. И если происходит преломление, то преломление может нарушить абсолютно всю передачу цветов, вот эту. И, то есть, может быть, вы этого не замечаете, но на организм влияние происходит другое. Но мы же грубые русские здесь, которым это все ни по чем. Да, все равно, конечно. У нас, я смотрю, у нас народ весь сидит. Я недавно ездил на охоту, там, осенью, ночью, уже все легли спать, темная-темная комната, у нас много народу в комнате спит. И все повключали телефон, и у всех яркости вот так вот сидят, шурица. Я говорю, вы не знаете, что ее можно, во-первых, уменьшить, во-вторых, есть очень удобный таймер. Я своему сыну вчера как раз показывал, я говорю, установи себе таймер True Tone и Night Shift. Night Shift это вообще, это лучшее изобретение, мне кажется, которое сделали для смартфонов. Это функция, которая позволяет нам включать не белый, а желтый цвет на телефоне. Да, он чуть-чуть искажает изображение, мы немножко не так видим, как днем, но зато наши глаза отдыхают. И вообще врачи говорят, что перед сном за 2-3 часа переставайте вообще видеть белый свет. Телевизор. Это какие-то конкретные врачи? Окулисты. Окулисты, это я на медосмотре у себя слышал уже. Он говорит, он мне прям в рекомендациях написал о том, что Night Shift всегда за 3 часа до сна. То есть я поставил себе таймер, у меня сам включается Night Shift, и я вот сейчас ощущаю, что действительно очень удобно. И плюс яркость ты ставишь как можно меньше. Вот сколько тебе видно, что комфортно смотришь. Ну если вообще в темноте, а если вы лежите, у вас огромный телевизор работает на всю катушку, ярким светом ночник работает, лампочка там где-то в коридоре, свет вообще яркий горит, пробивается к вам через занавесочку. И вы живете напротив стадиона, и прожекторы как раз светят вам. Да, да, да. И там финальный матч идет как раз. Ну, давайте вернемся, тем не менее. Есть ли трещина? Да, есть ли трещина? В любом случае пользоваться можно, ничего такого нет. Единственная рекомендация была бы это не опускать его в воду. Потому что трещина, скорее всего, делает разгерметизацию. Если вода попадет у вас внутри дисплея, могут быть необратимые последствия. Вообще вода, по сути своей, это самое страшное, что может быть в устройстве. Ничего он не переживает, ни падений. Падение, любое падение, можно починить, восстановить. Самое необратимое последствие создает вода. Из-за чего? Из-за того, что она попадает внутрь, начинает на плате, внутри на разных соединениях, на элементах, которые не защищены. Она начинает окисляться. Вы знаете, да, что у нас металл, вода, сразу происходит процесс окисления. Ну, вам будут возражать, в воздухе у нас и так вода. Пар, ну, пары. Да, но она не в том количестве, не в той концентрации. То есть, если в телефон внутрь попало много жидкости, она начинает постепенно не высыхать, а постепенно она начинает окислять железо, которое там находится. А окисление – это самые необратимые последствия для устройства. То есть, вы можете когда-то… Я очень рекомендую всем, кто получил какой-то сильный контакт с водой, допустим, вы уронили телефон в воду, если он еще и предварительно был разбит у вас, трещенный, и пролежал там какое-то время, я очень рекомендую принести его в сервисный центр на чистку. Просто почистить. Ну, вы это делаете? Да, конечно. То есть, разбираете специальным феном в строительном. Нет, под микроскопом занимается дисплейный модуль, осматривается. Во-первых, в чистку входит что? Чистка вашего слухового наушника. Давайте здесь поподробнее. Да, многие вообще не знают и думают, что-то у меня как-то он тихо стал… Наверное, усилитель сломался, сел в телефоне. Как-то я раньше громко слышал этим ухом, а теперь как-то хуже. В чем дело? Да, это я перескочил с темы на тему. Ну, это второй, наверное, по частоте запроса ремонт это замена динамика. Люди приходят, говорят, я ничего не слышу. У меня сел динамик, он, не знаю, сломался. Вот я вам так скажу, если у вас последняя линейка, там, 12-й, 13-й, 14-й айфоны, то практически это невозможно. Я за все время один раз видел случай, когда человек пришел и у него действительно высадился динамик, но он работал где-то рядом с огромным электромагнитом. И у него получилось, что он размагнитился. Это еще под вопрос, а тогда магнитные зарядки, магнитные держатели в автомобиле. Они не такую мощность имеют. То есть они не портят. Да, они не имеют такую мощность, не портят, а вот у него какой-то большой электромагнит, и он сказал, что да, действительно, получилось так, что слуховое устройство, я не очень понимаю в музыкальных вот этих терминологиях, но он говорит, что да, действительно, у нас на работе такое происходит, что выходят они из строя. Может быть, из-за этого. Мы его меняли. А в целом проблема плохого слышания, либо когда вас плохо слышат, да, это либо вы говорите в микрофон, снизу он находится в телефоне, либо вы слушаете в слуховой динамик. И то, и то, это просто сеточка, сверху стоит металлическая, которая забивается верхним слоем кожи, там эпидермисом, когда он попадает. Может быть, там немножко ушной серой. Иногда попадает туда из джинсов катышки. Ну, просто очень потный бежал, позвонили, там пот натек туда, правильно? Бывает, да. У нас есть ребята-квадроциклисты, они ездят на квадроциклах, и у них телефоны всегда с собой, они приезжают, говорят, блин, опять, и он показывает фотографию, говорят, вот так я ехал. И он показывает, а он просто весь, глядывал лицо, вот тут под маской, оно в грязи все, он чуть ли не выплевывает мужу. И он говорит, я говорю, ну, конечно, надо его только почистить. И, да, вот у ребят бывает, это засыхает потом, это грязь, а мы ее вычищаем. Большая часть такого ремонта происходит без разбора телефона. И эффект сразу прямо вычистить. У людей вау-эффект, это стоит, по-моему, тысячу рублей, если не ошибаюсь, у нас яблочная вот эта чистка, когда без разбора. Берем тысячу рублей с людей, с клиентов, вычищается специальным раствором, наносится, потом специально выдувается, специальным устройством, как такой, сильный поток воздуха идет. Вы берете, да, и все, и вы слышите сразу, мгновенно очень хорошо слышите, как будто почистили уши. Окей. По поводу замены дисплея на iPad'ах, например, на Apple Watch'ах. Здесь, здесь намного все сложнее. А где приклеены, или они везде приклеены? Слушайте, здесь есть, сейчас практически все устройства делаются раздельно. Стекло, дисплей. Потому что были некоторые iPad'ы, по-моему, это был iPad Air какой-то, и Air 5, по-моему, если не ошибаюсь, старое-старое устройство, где замена дисплея строила дороже нового, самого мощного устройства. То есть, если вы разбили, смысла вообще не было, чинить его, сразу можно было покупать новый. Как правило, iPad это кто? Это дети. Если мы говорим про линейку не Pro. Это дети, дети берут, смотрят мультик, выходят из машины, роняют, iPad упал, у вас разбился дисплей. Сейчас замена стекла стоит очень бюджетно. Ну, допустим, если я смотрю сейчас прайс нашего магазина, у нас самый дорогой переклей тачскрина стоит 22 тысячи, но это iPad Pro 12,9. То есть, это самый большой вот этот вот iPad Pro, 22 тысячи, то есть, дешевле, чем на iPhone. В целом, технология вся та же, все делается точно так же, и практически нет сейчас устройств, которые будут соединены. Слушайте, а как же так? Вот они каждую презентацию нового устройства говорят, что теперь защита еще больше выросла, прямо падение на асфальт, руку вытягивает, отпускает новый телефон, он падает, на нем не царапинки, вот эти все ролики и так далее. И каждый раз заявляется, что теперь вот уже победили совсем, а теперь вот он еще, он даже еще и подпрыгивает обратно в руку вам, как бумеранг. Это как колеса, знаете, там, на хапелитто финская, там, 1993 года модель. В 94-м пишут, еще лучше ламельки пошли вот такие, в 95-м пишут, совсем хорошо еще вот такие шипы, в 96-м, а вот шипы еще с пластмассой. И, казалось бы, то есть каждый раз нам преподносится, как, ну, прямо прорыв, что вот прямо захищено, супер-супер. Что с этим на самом деле? Что ждете, кстати, от конференции? Будет какой-нибудь резиновый дисплей вечный? Слушайте, по поводу удара прочности, скажу, опираясь на статистику, наверное, все меньше и меньше устройств приносят в ремонт после падения. Да, наверное. Действительно, вот если брать там линейку с айфона X, да, это айфон 10, и до айфона 15, сейчас 15-ых вообще практически не несут в ремонт. Они титановые. Они, да, у них есть царапины, повреждения, еще какие-то. Бьются задники. Задник, кстати, у них бьется, хотя вот они там утверждают, что все же ожидали, что он весь титановый, оказалось, что сзади стекло. Дисплей вообще, ну, если бы или за весь этот год сколько, у нас почти год прошел со старта продаж, скажу, что действительно Apple делает то, что они говорят. Они обещают, что будет меньше, да, становится меньше. Конечно, может быть, мы как пользователи не можем сильно там этого отметить, заметить, но в целом, если вы положите рядом айфон, вот я сейчас как раз иду перед первым сентября, кстати, вам привет большой просил передать. Большой привет, да, взаимный, да. Значит, мы ему меняли айфон 11 на айфон 13, и айфон 11 был закругленный еще. И он взял айфон 13 и говорит, блин, какая сильная разница. То есть, он весь уже был потрепанный, покоцанный сбоку. Если вы помните, на айфоне XS у него была серебристая рамка такая, которая при малейшем там ногтем можно было поцарапать. и как вы сейчас берете этот титановый, ну, извините, меня там отверткой не поцарапать его. То есть, краска не сходит уже. В целом, Apple держит марку. Что касается презентации, что мы ждем, ну, я тут видел недавно сайт, где уже прям выложили все айфоны, уже даже при доплату собираются и говорят, какие они будут и с чего они будут. Недавно мне товарищ скинул. Ждем, что, конечно же, все будет, как всегда, быстрее, выше, сильнее, будет гораздо более прочный. Напомните, какая политика ценовая? То есть, у нас будет, что, перестанет продаваться, да, 15-й, а будут продаваться 16-й, или они будут параллельно какое-то время? Нет, 15-й про линейка уходит сразу после презентации айфона 16 про. Это мы говорим только про про линейку. Айфон 15 останется в продаже. Снимают, по-моему, 13-й и 12-й. А они разве делаются еще до 12-й, да, 11-й еще опускаются. Из таких линейок, да, то есть, они выпускают 11, 12, 13, 14 нет, и айфон 15. Сейчас уберут еще 13-й, но оставляют те, которые, айфоны, у которых процессоры могут поддерживать новую iOS, на которой они работают. Как только уходит, допустим, в следующем году айфона 11, он не будет поддерживать новую iOS, которая выйдет в 2025 году, соответственно, его уберут из линейки, оставят только там 12-й, он будет минимальный, самый, там 15-й, 16-й, будет вот так. Опять же, это делается для того, чтобы захватить все возможные прослойки населения, в том числе Соединенных Штатов, это же больше на Соединенные Штаты рассчитано, чтобы было устройство простое для детей или для тех, кто только с ним знакомится, или для пенсионеров, и устройство линейки ПРО, самое дорогое. И вот что-то между этим вы выбираете, соответствую своим потребностям, камеры и так далее. Слушайте, а что касается все-таки вот этих антиударных дел, может быть, какое-нибудь нововведение софтовое, то есть, например, какой-нибудь анти-киллер-брейк функшн в 18-й ОС, то есть, когда он понимает, что он падает, ну, неожиданно. Вот так в резиновом. Да-да-да. Слушайте, ну, здесь я точно могу сказать, что самый лучший выход, который я предлагаю всем, это, конечно же, чехол и защитное стекло. Защитное стекло это вообще вещь такая, если вы особенно немножко растяпа, неловко там роняете. Если вы хотя бы несколько раз роняли телефон, я очень рекомендую, наденьте, лучше защитное стекло, он стоит полторы тысячи рублей, но вы сэкономите себе огромное количество денег, нервов и вот этих поездок в сервисный центр. То есть, если, например, вы грибник, то вы идете в лес, наклоняетесь, он все время падает у вас в траву, на каких-то там на лягушек, на грибы, на эти липкие, весь грязный, вы берете рукой в перчатки, вся в земле, ножиком отрезаете шляпку от мухомора и вот это все, и он тут рядом с вами живет, правильно? Да. Если вы дорожный рабочий, то вы закатываете в вас пальцы. Вот именно, да, и так далее, да. То есть, iOS, кстати, 18-ю поставили телефон я не ставлю, я ставлю всегда на рабочий телефон, на второй телефон для этого, потому что были недоразумения, были недоразумения и не все приложения работают корректно, я вам так скажу. Есть приложение, которое, допустим, очень старое приложение у меня было, допустим, для подсчета расходов. Я использовал приложение, которое из Apple Store уже было удалено, соответственно, но оно мне было очень удобно, я много лет пользовался и когда я себе поставил бету, мне просто приложение сказало, мы не работаем на этом, мой iOS. Я после этого перестал на рабочий телефон, основной я ставлю на другой, в яблочной мы у себя ставим наш основной телефон, чтобы продемонстрировать людям новые функции. Там, да, ну, не скажу, что мы там сильно чего-то много изучали, функций много, функций очень много, мы все их увидим сейчас 9 сентября. Кстати, мы у нас в яблочной будем проводить онлайн-просмотр, кто хочет, может прийти, мы всех угощаем в яблочной. Табуреточку сразу, там раскладной стульчик дополнительный. у нас есть прекрасный диван, можно прийти пораньше и занять места на нем, ну, мы поставим стульчики, у нас помещение не сильно большое, но собирается обычно уютная компания, человек 10-12, и мы все обсуждаем, и яблочным сидором угощаем всех наших гостей, поэтому... И все пропитываются духом Стива Джобса. Да, да, да. Так, что еще хотелось бы, да, вернуться все-таки к ремонту, а если говорить не о дисплеях, а ведь может сломаться кнопка запасть, например, я фантазирую сейчас, у меня такого не было никогда, но вдруг, может быть, может сломаться разъем питания, вот этот вот USB-C или лайтинг, если предыдущее устройство, ну, вдруг тоже по каким-то причинам, что-то... Вот эти вещи, это тоже все разбирается, делается и так далее? Да, что касается разъемов и кнопок, это тоже модульный ремонт, называется... Но это без разграммитизации вот этой лицевой части, Мы разбираем, мы разбираем телефон для этого, потому что все, что находится снаружи, оно очень имеет, оно как айсберг, это вы только видите самую верхушку, то есть если вы видите кнопку, то под кнопкой будет целое устройство, которое подключено к плате, и которое передает функционал в мозг самого айфона, чтобы передать задачу, которую несет эта кнопка, соответственно, телефон разбирается, и меняется полностью шлейф, который за это отвечает, шлейф, даже может внешне ваши кнопки останутся, сама кнопка-то не меняется, это просто оболочка, а все, что под ней, оно может, бывает уже окислиться от воды, бывает от удара, ломается, разбивается, на последних моделях айфонов это крайне редко происходит, все-таки хорошо они сделали, такой крепкий, очень классно, и про разъемы еще больше скажу, разъемы не горят, у айфона есть всегда защитный механизм, который защищает от большой подачи энергии, если раньше можно было айфон, допустим, 5 5s подключить тем же лайтингом к розетке и увеличить напряжение, подачу напряжения, то айфон мог просто сгореть через какое-то время, ну или аккумулятор по меньшей мере испортится, либо аккумулятор взрывается, там по-разному было, а сейчас просто останавливается подача на плату, то есть специальный контроллер понимает это все, да? Да, вы не встречали такую надпись, когда у вас, допустим, вот сейчас, особенно на айфонах 15-х, на 15-й линейке, которая с Type-C разъемом, если у вас влажный чуть-чуть разъем Type-C, выставляете, он говорит, срочно извлеките, обнаружена влага, то есть люди вообще, как это так, да вот, они сейчас это сделали еще на новой ОС, она будет громко кричать, ну она будет прям сигнализировать, отсоедините меня, да, срочно вытащи, срочно вытащи, вот, и просто надо подождать, это ничего страшного, тоже очень многие пугаются, сразу звонят, говорят, что мне делать, мне нужно ехать к вам, чинить, мы говорим, нет, не переживайте, объем, разъем Type-C, он очень хорошо защищен от воды, от влаги, вы можете просто подуть на него феном, либо просто подождать, он сам высохнет, ничего не произойдет, страшно, просушить, просушить тоже сам провод, вилку, и минут через 30-40, вставьте, он все будет заряжаться, вполне нормально, так же, как и было. Слушайте, ну а на таком, как правильно сказать, hardware, да, уровне, наверное, вообще ничего не ломается, или бывает так, что у него что-то там с ума сходит? Как раз сейчас у нас в ремонте лежит телефон, слушайте, в основном, все, что происходит с программным обеспечением, оно ломается только вследствие замены или поломки чего-то внутри. Сейчас у нас как раз, да, в ремонте очень интересный аппарат, там написано срочно подключите к iTunes, нарисован кабель, то есть, довольно непривычная картинка для современной iOS, но это iPhone, по-моему, 14, если не ошибаюсь, мы попытались его перепрошить, прошли через специальное устройство, подключали к программатору, программатор выдает, говорит, у вас есть ошибка внутри, то есть, что-то случилось, и когда мастер его разобрал, посмотрел сейчас, он смотрит анализ, аналитику проводит, такое ощущение, что по iPhone били резиновым молотком, то есть, сзади как будто у него следов, ударов нет снаружи, а внутри очень сильно все повреждено. как будто очень сильно встряхнулось, да? Да, то есть, было какое-то, но это целенаправленный сильный удар, точечный, микроскопом все рассматривается, поэтому в целом понятно, как был, куда удар пришелся, как он произошел. Может быть, боксер не мог расстаться с телефоном и боксировал вместе с прямо зажатой в перчатке? Может быть, но там телефон принадлежит ребенку, и ребенок сказал, да, действительно, я этим... Признался. Признался, сказал, я телефоном забивал что-то, у него игрушечное было, он использовал его в качестве игрушечного молотка, и в один момент пошли микротрещины, это исправимое, это чинится, но это уже более сложный ремонт. Ремонт, который требует вмешательства мастера, который занимается пайкой, таких у нас в городе очень мало, у нас как раз в Яблочной работает такой мастер. Давай добавим микропайкой, да? Микропайкой, да, это называется БГА-пайка, она... раньше ей обучались, сейчас, я думаю, что во многих странах это уже заменяется все роботами, делают роботы, и людей, которые делают, то есть вы паяете под микроскопом, представьте там величину этого жала, который должен быть, мастера всего возраста, которые этим занимаются, и очень сложно этому обучать, то есть это, мне кажется, такая профессия, которая рано или поздно изживет себя, вот, поэтому, если у вас возникло что-то такое программное... Пока еще они живые, все в Яблочную, приходите к нам. Мы работаем со многими сервисными центрами на аутсорсе, которые, у которых нету таких мастеров в штате, есть только модульные мастера, они собирают эти устройства и раз в несколько дней приносят к нам, и у нас есть мастер, который это 24 на 7 ремонтирует. Слушайте, все-таки, ну, уже так, в завершении, может быть, как защищать свой смартфон, потому как заезжаешь, ну, я, извините, это совсем банальный пример, приезжаешь на опрашку, и там этих чехлов, заходишь, их видимо-невидимо, спрашиваешь, где у вас на 15-й Pro? Ну, пока тут вся стена, и вот ты идешь, и там такие, такие, какие-то бамперы, какие-то там противоударные, или какие-то вообще тончайшие, там даже, и не пойми, зачем такой сделан, какие-то с бантиками, какие-то розовые для девочек, с какими-то ушками, там, зайчиками, и так далее, как найти компромисс, чтобы он был не огромный, при этом крепкий, потому что тебя начинают сразу лечить, там, извиняюсь за сленг, что вот кевлар, там, например, и там, не знаю, сталь, титан, это прямо из Боинга вырезали, специально для вас, и так далее, ну, что советует директор Яблочный? Слушайте, здесь все очень просто, есть бренд, бренд выпускает, какой-то продукт, а есть копия и подделка этого бренда, если мы говорим, да, про опрашку, мы все знаем прекрасно, что это место, где очень многие покупают китайские подделки, там, в том числе, не только к чехлам, там есть подделки дорогих брендов одежды, можно купить даже дорогие часы, я там видел Патек Филипп и Улиф Нордин за 5000 рублей, да, почему бы и нет, там даже есть копии устройств Apple, там есть китайские айфоны, там есть китайские Apple Watch, они внешне выглядят, я видел там Apple Watch Ultra, они продаются, они выглядят идентично, то есть, если вы их будете носить выключенными, никто никогда не поймет, что эта подделка очень классная копия, но вы же понимаете, что раз устройство стоит дорого, да, или чехол тот же стоит дорого, значит, он выполнен из каких-то материалов, возьмем простой пример, есть бренд, Питака называется, он сейчас его, он уже на слуху, потому что многие знают, они монополисты в своем рынке, они делают из карбона, карбоновые чехлы, карбон мы знаем прекрасно, он очень легкий, очень тонкий и непробиваемый, и я даже один раз поспорил с человеком, я говорю, вот смотри, у меня карбоновый чехол, он говорит, что за чушь, я говорю, он стоит, закупки, блин, таких денег, а у нас продажа, он там стоил 8-990, он говорит, спорим, я его сломаю, я говорю, ну давай, он берет его в руки, снимает с айфона, начинает ломать, а парень физически развитый, да, да, слава богу, но он начинает его ломать, он не ломается, он гнется, если вы знаете, как карбон вообще, я не знал, я первый раз это увидел, он его берет, и берет открывашку, и протыкает открывашку, говорит, ага, я же говорил, он проткнул, он проткнулся, но он не треснул, как пластик, то есть вынув открывашку из чехла, она затянулась, знаете, как вену, да, я первый раз увидел свойства тогда карбона, как он работает, это действительно классная штука, и я с тех пор не экономлю на чехла, но нет бамперности, нету, бамперности нет, она упадет, она примет на себя удар, и распределит, то есть как работает это, найдет точечный удар, он распределяется по всему чехлу, нету передачи дальше к айфону, вот, есть более крупные чехлы, я бы рекомендовал, если вы хотите защитить своего свойства, оно дорого сейчас стоит, если вы покупаете 15, про 15, про максимум стоит, там, 150 тысяч, 140, не экономьте на чехле, чехол должен быть качественной, хорошей компанией, попросите... Тут еще нюанс есть, еще вот кевларовый, он только серый и все, а рядом такие розовый и зелененький. Сейчас очень много производителей, которые делают классные противоударные чехлы, единственное, что я рекомендую, просите у продавца сертификат на этот продукт, потому что, когда продавцы покупают, они сейчас есть под серийными номерами. Сейчас, знаете, как честный знак работает в пятерочке на воду, сейчас практически все работает именно так. Мы тоже заказываем чехлы в Китае, производство в основном у всех там, но есть заводы-изготовители, которые делают из качественных, крутых материалов, по крутым технологиям, а есть шерпотреб. У нас тоже есть чехлы, которые недорогие, но мы сразу объясняем это нашему клиенту, вот есть недорогой чехол, допустим, за 900 рублей, там какой-нибудь, красивый, там, Звездные войны, все остальное, он классно сядет, но у него гарантия две недели, во-первых, во-вторых, он не защитит ваш телефон, а будет просто симпатично его украшать, вот и все. И второй момент, защитное стекло, все то же самое, это бывает, там же на опрашке можно купить стекло за 200-300 рублей, самому попытаться его наклеить, а можно купить качественное стекло, которое сделано из 5-6 слойного полимера, который примет удар любой на, то есть есть же презентация этих стоков, примет удар на себя, и вы защитите свой дисплей. Спасибо вам большое за оптимистический и общий тон сегодняшнего нашего с вами гостевого эфира, и будем надеяться, что вся эта информация особо не понадобится, то есть она как бы как экзотическая, ну и познавательная, но не прикладная, то есть что ничего ни у кого у вас не упадет будем. Ну а если это, не дай бог, случится, заезжайте в Яблочный, друзья мои, по промокоду МОТОРАДИО будет скидка рублей 5-10, будет кофе, будет посидите, вам при вас сделают, ну если это делается, так сказать, быстро. Вот, а вообще уютное место, Некрасова 16, парковка, прямо на огромными буквами написано Яблочный РФ, первый этаж, прямо из машины вы пархиваете и попадаете в объятия. Даже под дождик не попасть. О, да. Ну что, продолжим, я уверен, в будущем все эти разговоры, спасибо вам большое, удачи нам всем, желаю вам новый айфон и себе, и со временем, надеюсь, оно так и будет. Удачи и счастливо. До свидания. Всего доброго. МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова